Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим серию бесед, которая называется «Во свете Библии». Вот перед нами Святая Библия. Мы можем открыть ее, показать, что у меня тут открылось. Пророка Амоса. Дальше я что открываю? Вот посмотри, если можно. Книга Маковейская. Видите как? Это 77 книг. Открытым оком на все нужно смотреть. Сегодня я отвечаю на вопрос, можно ли обращаться в гражданский суд христианам. Ответ-то должен быть. Я знаю, как отвечают батюшки. Они очень умные семинарии, академии заканчивали. Я каждый день, сегодня несколько роликов просмотрел отец Демитрий, Осипов, говорят. У меня нет грамоты, никакой их грамоты. Но я 50 лет просидел у ног апостолов и святых отцов. 50 лет непрерывно из-за дня в день исследовало Слово Божие и по святым отцам. Это патрология мини. 300 томов фолиантов. Вот это вот книги, 38 книг, лично мной изданы. Каждая книга, вот она открытым оком, каждая книга 752 страницы. Я здесь отвечаю на 4124 вопроса. И вот один из вопросов. Можно ли обращаться в христианину в суд? Я сам неоднократно обращался и судились. А почему? Ну потому что я, когда был арестован, теперь уже, можно сказать, доказано, что я создал самую крупную в мире духовную фонотеку. Это 50 книг было начитано еще там, в начале 80-х годов. Я освободился в последний раз уже в 87-м году. Был реабилитирован. У меня много изъяли. По стоимости, оказалось, это стоит 11 миллиардов. Ну, те еще деньги, которые шальные были. 11 лет шел суд, и я его выиграл. Мне заплатили одну двухсотую часть. Но все-таки я его выиграл. По уголовной статье там сразу заплатили. По уголовной. А вот это у меня провели по граждански. Статья была у меня 190 прим у КРСФСР. Но платить было нечем государству. Бог так делает, что дал мне хорошего пристава, судебного исполнителя. И она поставила просто условия городской администрации, которая отвечала за похищенную фонотеку и магнитофоны. Если не рассчитаетесь с Клапкиным, я заблокирую все счета ваши. Ну, и получилось так, что у меня близкий знакомый, очень близкий был. Это прокурор края, генерал-лейтенант, мэр города. Очень хорошие были. Ну, и вот получил я вот это место. Это здание два. В одном я живу, и в другом месте это 226 квадратных метров. Здесь мы церковь наша. Мы перестроили ее под храм. Тут как общежитие. Кто приезжает, живут в виде гостиницы. Кто с ночевкой надо будет. А в другой домик рядом. В нем я нахожусь. Откуда и... Вот зашли мы в нашу трапезную. А если бы не ходил в суд, ничего бы не было. В Ветхом Завете посмотрим. Потом в Новом Завете, что говорят об этом святые отцы. Думаю, эта консультация даже юристам не помешает. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится всякое дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба перед Господом, перед священников и перед судей, которые будут в те дни. Судья должен хорошо исследовать. Если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды себя, и проще услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя, да не пощадит его глаз твой. Второзаконие, 19 глава, 15-20 стихи. 19-15-20, 1600 лет до Рождества Христова. Второе. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Притча 19-5. Это тысяча лет до Рождества Христова. В книге порока Даниила, 13 глава, повествуется о том, как два старца, судьи старейшины-то, под предварительному сговору оклеветали красивую и богобоязненную жену Сусанну, бывшую замужем за очень богатым и почетнейшим из всех. Сусанну путем шантажа беззаконные судьи принуждали к сожительству. С ними, якобы ими, захваченную в момент прелюбодеяния с юношей неким. За отказ отдаться им они оклеветали ее, и суд приговорил ее к смертной казни. Но молодой юноша Даниил, уже близо Шафота, произвел допрос, выявил истину, и поступили с ними так, как они зло мыслили против ближнего по закону Моисееву, и умертвили их, и спасена была в тот день кровь невинная. Стих 62-й. Память 30 декабря, это 600 лет Рождества Христова. В Новом Завете я писал вам, не сообщаясь с тем, кто остается злоречивым или пьяницей, с таким даже не есть вместе. Внешних же, то есть не членов церкви, судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. 1 Коринфян 5.13. Это первый век по Рождеству Христовому. Разве вам позволено обещевать без суда? Деяние 22.25. То есть Павел не отрицал суда. Павел сказал, я стою перед судом Кесаря, где мне и следует быть судимым. Деяние 25.10.26.32. То есть законное. Суд Павел признавал, а беззаконие отвергал и говорит, требуя суда Кесаря. Ничего особенного в этом нет. Апостол Павел сказал, я принужден был потребовать суда у Кесаря. Деяние 28.19. Далее книга правил. С 1 по 9 век. Это 7 вселенских, 9 поместных соборов и правила святых отцов. Суд должен производиться не по вражде, пристрастию и человекоугодию. Карфагенский собор 16 правило. 318 год. Обвиняемый может затворить подозреваемых им судей. Кирилла первое правило. И может просить нужного времени для своей защиты. Не должно принимать доносителей, у которых одно из многих приносимых им обвинений уже было исследовано и осталось недоказанным. Карфагенский собор 145. Видите как? Если несколько обвинений, одно было доказано, что этого нет, остальное уже не надо слушать было. А сегодня суд будет из ста, если одно правильно, его и возьмут в расчет. Тогда было по-другому. Из ста обвинений одно будет неверно, все остальные уже не имеют смысла рассматривать. А там лжецы. Обвинения от одного даже епископа не приемлется. Карфагенский собор 147 правило. Кто не явится по повестке в суд, по нужде и в двухмесячный срок, не должен быть в общении, доколе не очистится по делу. Карфагенский 28, 29, 90 правило. Верующим разрешается просить гражданской власти для обуздания, пренебрегающих повеления Божие и царские, то есть уголовный гражданский кодекс. Премудрости собор 3 правило 879 год. Для обуздания таких и приведения в порядок. Карфагенский 78, 59, двукратный 9 правило 861 год. Непокорных и пяти имьям предавать гражданской власти, причиняющие другим обиды, отлучать правила Феофила 14, 385, 14, 12 годы. В церкви должны быть исполнители, которые наблюдают за исполнением выходящих указов и постановлений, и не оставлять без исполнения их по уклонению или упорству. Карфаген 108 правило. Власть законодательно-исполнительное. Это же не знамя придумано. Ну, вышел закон-постановление, все, его надо исполнять, если он уже принятый. Не достает времени процитировать законы правила святого царя Греции Юсиниана за мужеложество, скотоложество, тогда повелявшее отрезать детородный член, клеймить лоб каленым железом и ссылать в рудники. И сравнить регистрацию секс-меньшист, мэра Москвы и прочие указы святого царя Христианина. Итак, верующий может искать защиту от беззакония у мирской власти или просить ходатайства других о том и о пересмотре его дела. Бытие 40-14. Около 2000 лет до Рождества Христова. Иосиф сказал, находясь в тюрьме, бессрочно, сделай мне благодеяние и упомяни обо мне фараона и выведи меня из этого дома, ибо я ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу. Ложь есть истребление любви. Ян Лествичник. Лучше я соглашусь умереть, чем отступив в чем-либо от правой веры терпеть муки совести. Максим Исповедник. Не называй любовью, но человеконенавистиществом и отпадением от божественной любви, когда кто помогает еретическому заблуждению на еще большую гибель тех, кто держит с этого заблуждения. Максим Исповедник. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Притча 28.13. Да не думает, однако, что всяким миром надо бы надорожить, ибо знаю, что есть прекрасное разногласие и самое пагубное единомыслие, но должно любить добрый мир, имеющий добрую цель и соединяющий с Богом, но когда дело идет об явном нечестии, тогда должно скорее идти на огонь и меч. Всего страшнее бояться чего-либо более, нежели Бога, и по сей боязни служителю истины стать предателем учения веры и истины, Григорий Богослов. Вот почему историк Краснов-Левитин, шесть сроков от бывших в сталинских лагерях, говорил, «Наша страна больна трусостью и корыстью, корыстью и трусостью, и трижды больна эта моя родная православная церковь». А в чинной наречения перед Херетанеевым епископы есть исповедание его, кавычки, «Также обещаю, что я ничего не буду делать по принуждению, хотя бы принуждали меня сильные лица или множество народа, даже если они станут грозить мне смертью, требуя, чтобы я сделал что-нибудь вопреки божественным, и священным правилам». Кавычки. Если кто верный был доносчик, и через его донос кто-либо подвергся преследованию или был убит, угодно, чтобы он не получал причастие даже при кончине. Верный, то есть христианин и был таким доносчиком, и кого-то арестовали. Если дело легче было, через пятилетие он может получить причастие. Если он был оглашенным, то пятилетним временем допускается к окрещению. Ильвирский собор 313 год. Глава 73 о доносительстве. Кавычки. «Ни одна злоба, ни одна ерес, ни сам дьявол не могут никого обольстить иночи, как только под видом добродетели». Апостол говорит, что сам дьявол преобразуется в ангела света. Поэтому неудивительно, что и слуги его преобразуются в служителей правды. 2 Коринфянам 11.14. Ава Дорофей, как об этом говорит? «Когда же узнают и сами архиереи житье Папы Павла?» Вопрос. 18 февраля, страница 2323. А в чем оно? Апостол Петр возвестил ему, видимо, в сновидении или в видении, кавычки. «Я молился за тебя и отпущены тебе грехи твои, кроме грехов, которые ты совершил при хератоне и других на священной степени. Законно ли ты рукоположил кого или нет?» Архиерей же отвечает за все, что натворят рукоположные им, говорит Затаус. «Где нет обличающего голоса, там гнилое болото, там общество приговорено к смерти». Когда он говорил ему, царь отвечал, «Разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя». И перестал пророк, сказав, «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сией и не слушаешь совета моего». Вторая параллель упомянула 25.16. Мы говорили, можно ли обращаться в суд? А другой вариант, не обращайся, но они вообще дали, ты принял это на себя. А можно ли лечиться у врача? Можно. Благоразумный врача не будет пренебрегать. И написано, иной раз и в их руках бывает успех. Но далее написано, кто-то грешает, да впадет в руки врача. И вот спрашивают, такие советы, в общем-то, они одинаковые, идти или не идти на операцию. Ну а ты как считаешь? Да врачи говорят неизлечимо. Но я хотел, ну пойди, пострадаешь перед смертью. Греха-то в этом нет. Ты можешь в суд не ходить. Просто простить им и все. Но ты считаешь это нужным? Когда человек не оправдывается, то говорят, значит, правду о нем сказали, он молчит. Вот и все. У меня были такие люди, которые выступали против меня еретики. То есть, страшные еретики, связанные с СВНСР, еврейской организацией, тут они МК, Московский Хармсомолис на Алтае, там, профессора, все одновременно пошли против меня. И вот они передачу за передачей на телевидении ставят. И вот один из еретиков очень хорошо со мной был раньше знакомый. Он враг. Он ненавидит меня. И ведущая Прокофьева Ирина, она и спрашивает, Дмитрий Геннадьевич, ну а можно, если я скажу, что у Лапкина дети, там, мальчики, девочки спят вместе? Я вам не советую. Вам мало не покажется, потому что Лапкин про это узнает. Он сразу же нанесет ответный удар. Я отвечаю. Я отвечаю всегда серией ударов. Потому что речь идет, быть ли не быть. Быть ли не быть в лагере. Другое дело, подошел человек, плюнул меня, ударил, обокрал. Я во имя Господа прощу. Он вставит под угрозу всю мою деятельность. Я начальник детского лагеря 40 лет. Он сквернит детей. Я тоже подал в суд, который, главное, ставил в фильмы, его изгнали. Я уж не буду говорить дальше, чтобы не устрашить. Кого мертвым нашли, кто зарезанный, кого порезанного. Все Бог разметал. И меня поздравляли и Краевая прокуратура, и Краевая администрация. Никто не думал, что ГТРК и вы. Так что сравнивать-то? Они Москве подчиняются. Бог все разгромил. Дал таких судей, которые смертным боем за меня бились. И все процессы я выиграл. Вот, пожалуйста, я нахожусь в этом доме. Не судился бы, ничего не было. А в том доме я жил. Он погиб, этот дом. По милости Божией, нужно нам научиться искать ответы здесь, в Святой Библии. Глаза, чтобы наши были открыты. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.